Вотбасыбанк недавно запустил онлайн-платформу Баспанамаркет, систему, объединяющую в себе поиск недвижимости и доступ к услугам кредитования. Об особенностях и преимуществах использования данной платформы нам сегодня расскажет заместитель председателя правления АО «Вотбасыбанк» Нурлан Акшанов. Здравствуйте, в эфире программа «Время финтех». В октябре этого года акционерное общество от Басыбанк запустил маркетплейс по покупке и продаже жилья Баспанамаркет. Это единственный портал в Казахстане, где можно выбрать подходящий объект недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке и оформить онлайн-ипотеку. Баспанамаркет предоставляет возможность узнать подробное описание объекта, увидеть доступное количество квартир, их стоимость и планировку. Подобрав подходящую недвижимость, затем можно бронировать ее там же и отслеживать статус по приобретению в личном кабинете. Онлайн-ипотека – это пилотный проект от Басыбанка, работающий в тестовом режиме. Он будет доступен для клиентов банка, которые хотят приобрести первичное или вторичное жилье на рынке. Онлайн-ипотека в пять раз сокращает необходимость физического посещения банка. По выбору клиента в процессе поиска или оформления онлайн-ипотеки его может сопровождать персональный консультант. Баспанамаркет также станет удобным цифровым сервисом для застройщиков при взаимодействии с от Басыбанком. У них на Баспанамаркет появится свой кабинет, где можно будет подать электронную заявку о сотрудничестве с банком, вложить необходимые документы и выставить на продажу квартиры. С помощью онлайн-ипотеки на Баспанамаркет от Басыбанк планируют выдать порядка 10 тысяч займов в год. Здравствуйте, Нурлан Сагнедыкович. Благодарим за участие в нашей программе. Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы, чтобы вы рассказали нам и телезрителям, что такое Баспанамаркет и для чего данная платформа предназначена. Баспанамаркет, судя по названию, состоит из двух слов казахского баспана и английского маркет, что значит рынок. Говоря проще, это тот рынок, на котором все жители Казахстана могут подобрать себе то жилье, которое они хотят приобрести. Это может быть и новостройка, и вторичное жилье. А чем данная платформа отличается от альтернативных систем? Площадок много не бывает, как и рынков. Например, вы молоко покупаете на одном рынке, а за картошкой ездить на совсем другой рынок. Но если говорить о отличие от основных наших агрегаторов популярных, то здесь вы приходите на ту площадку, которая является вашим входом в банк, в наш банк. И все те продукты, которые предлагает наш банк, вы можете увязать со своей выбранной квартирой и дальше пойти по пути ипотеки, оформить кредит. Но при этом мы не навязываем свою ипотеку. Если у вас достаточно средств на приобретение этой квартиры без кредита, то окей. Вы просто выбираете квартиры, откладываете свою корзину в личный кабинет и потом уже используете свои личные деньги для того, чтобы купить эту квартиру. Мы в первую очередь предоставляем казахстанцам сервис и удобство. Понятно. То есть основным отличием данной платформы от других систем является именно объединение системы кредитования и системы поиска недвижимости. Хорошо. Насколько я поняла, на сайте предлагается не только первичное жилье, но и вторичное жилье. Чем-то отличается процедура согласования заявок по данным видам? Если вы говорите о согласовании заявок от продавцов, то, конечно, процедура согласования от юридического лица дольше, потому что предполагается, что строительная компания в своем личном кабинете застройщика вложит онлайн необходимые документы о юридическом лице и подпишет определенный договор тоже посредством электронной цифровой подписи. И после того, как наш специалист проверить все эти документы, то объект будет выставлен на витрину. Если говорить о вторичке, то там очень просто. Аналогично той же системе, которую предлагают известные в Казахстане агрегаторы. Заводишь параметры своей квартиры, заводишь фотографию, ставишь предлагаемую цену. Наш специалист тоже это будет верифицировать, но просто на предмет того, что да, на этой фотографии именно квартира, а не пляж с пальмами. И еще один момент, что будет для клиентов, думаю, удобно. Наша система будет автоматически проверять по объектам вторичного рынка, соответствует ли она залоговым требованиям нашего банка, чтобы человек, выбирая объект вторичного жилья и, видя вот такую плашку, подходит под залоговые требования банка, сразу знал и не волновался, что завтра ему откажут на этапе ценки. Понятно. То есть, собственник недвижимости, физическое лицо, может самостоятельно подать заявку на включение. Да, ему не нужно для этого идти в банк, он просто создает свой личный кабинет продавца и вводит все характеристики своего продаваемого объекта. Это очень удобно. А что касается другой стороны, покупателей, какова процедура подачи заявки? Меньше всего мы бы хотели избежать слова процедура, потому что всегда это слово имеет два аспекта. Или это медицинское учреждение, какая-то не очень приятная обычно процедура. Ну, у девушек, конечно, есть косметический, наверное, приятный. И есть нечто бюрократическое, тоже предполагающее какое-то хождение по инстанциям, собирание бумажек. Здесь мы больше используем такое слово, как путь клиента, если говорить по-английски Customer Journey Map. Мы старались пройти этот путь сами, привлекали клиентов, как тестеров, где удобно, где неудобно, чтобы там, где неудобно, менять формат. Здесь, в принципе, я думаю, что все удобно. Клиент заходит, видит новостройки, видит вторичку, выбирает соответствующую вкладку. Он может зайти как гость, не авторизуясь, но он может зайти как зарегистрированный пользователь, оставив телефон, и тогда у него есть возможность создать личный кабинет. Скоро мы еще интегрируем наше мобильное приложение, и клиент будет видеть на этом портале при введении своих паролей остатки на депозите, действующие кредиты и так далее, чтобы он соотносил одну информацию с другой. После того, как он создаст личный кабинет, он может в этот личный кабинет откладывать выбранные им объекты. Например, дома мама в течение дня выбирает объекты, вечером вся семья собирается, раскрывает все, что лежит в корзине, и всей семьей обсуждает. Это же покупка, самая большая покупка всей жизни для семьи, на самом деле. Мама не может до обеда купить квартиру, и потом семье сказать, мы переезжаем. Маму не поймут, скорее всего. Поэтому путь клиента мы сделали такой удобный, который позволяет делать выбор, менять выбор. И потом, если ты выбрал, например, квартиру в новостройке, ты можешь бронировать эту квартиру. Ты можешь проконсультироваться с застройщиком по каким-то нюансам и характеристикам этого объекта. То есть полный сервис, такой же, который вы сейчас офлайн делаете, выбирая квартиру, мы максимально постарались перенести на платформу. Но все коммуникации между клиентом и застройщиком происходят именно через платформу, или каким образом это происходит? Они могут происходить и вне платформы, когда человек оставляет свой телефон, застройщик ему может перезвонить по обычному телефону. Там же есть контакты нашего департамента дистанционного обслуживания, есть контакты чат-бота Куаныш. Если человек хочет просто уточнить какие-то вопросы, и не обязательно на них должен отвечать человек, у нас есть прекрасный чат-бот Куаныш. То есть вся эта информация может быть как и по выбору клиента, опять же, или сам ты общаешься напрямую, или в какой-то переписке. А вот с того момента, как человек выбрал определенный объект недвижимости, и начинается процедура оформления кредита через АО «Отбасы банк», можете примерно рассказать алгоритм действий клиента для того, чтобы в конечном итоге зарегистрировать право собственности на себя? Есть традиционный путь, он остается, вы можете пойти в отделение банка, консультанту банка, достаточно новая опция, чтобы не сидеть в очереди в отделении, и там с этим объектом показать, вот я выбрал, хочу оформить. Но, наверное, после того, как ты выбрал онлайн, уже не хочется никуда идти, ты хочешь дальше идти таким же удобным путем. Поэтому мы открыли такой канал, который, рабочее название «Консьерж ипотека», конечно, французское слово «Консьерж», может быть, в Казахстане не сильно будет понятно, но «Консьерж» это тот, кто тебе помогает на всем пути. Если вы приходите в хороший отель, тебя встречает консьерж и говорит, чем я могу помочь и так далее, и так далее. И «Консьерж ипотека» предполагает, что человек может по видеозвонку связаться с этим «Консьержем», узнать все досконально нюансы ипотеки в нашем банке, оформить депозит, как вы знаете, в нашем банке любой кредит начинается с депозита, показать выбранный объект, вернее, «Консьерж» его будет видеть сам, и тут же подать документы, вернее, не документы, вот это слово, от этого мне тоже нужно уходить, документы на получение кредита уходят в прошлое. Ты даешь ИИН, ты даешь свое удостоверение личности, и через 15 минут банк уже дает решение, может или не может человек получить кредит в нашем банке. То есть весь вот этот процесс, который может длиться неделями, и занимает 9 посещений в банк, он схлопывается до 15 минут через «Консьержа». Банк высылает клиенту в личный кабинет сертификат, который удостоверяет, что вот Ахметов Жасулан имеет возможность оформить в нашем банке кредит на сумму 20 миллионов тенге, и этот сертификат действует 2 месяца. То есть он может выбрать эту квартиру и сразу пойти дальше, а может еще подумать, может быть там какая-то новостройка, изменить свой выбор, может какая-то новостройка через месяц построится, и она покажется ему более лучшей. Если он готов сразу сейчас идти к пути оформления кредита, то через кабинет оценщика производится оценка данного объекта, и после оценки как раз вот начинается тот путь, который все еще находится в оффлайне, это все, что связано с нотариусом. И регистрация. Да, и регистрация, и все, что связано непосредственно с самой выдачей кредита. А оформление, подписание договоров, регистрация в ЦОНИ, она уже у нас доступна по формату блокчейн. То есть сейчас у нас еще есть оффлайн отрезки, но мы работаем над тем, чтобы они тоже перешли в онлайн формат. Вот такой путь клиента в сопровождении консьержа. Почему мы не выбрали такой путь, когда человек сам забивает свои данные и общается только с компьютером без поддержки человека? Потому что все-таки ипотека – это не покупка сотого телефона, микроволновки. Это, опять же, повторюсь, самая крупная покупка. Нужно поговорить, узнать все нюансы. Вдруг я подхожу по другой программе, вдруг у меня есть какие-то льготные варианты. Когда у меня будет снижение процентной ставки? Как вы знаете, от Ласыбанк – единственный банк России, который по ипотеке снижает ставки. То есть вот эта опция «а поговорить?» она должна быть. Поэтому это наш такой переходный этап. Мы начинаем с консьержа, но параллельно работаем и над полностью онлайн-сервисом, чтобы те люди, которым этот консьерж не нужен, сказали, «Хорошо, консьерж есть, но мне он не нужен, я пойду сам». Я думаю, что это очень удобно, что клиенту предоставляется выбор. Идти путем фиджитал-сервиса, как вы его называете, или полностью диджитал. В целом, процедура как долго занимает с учетом эффективности онлайн-платформы? Ну, в целом, у нас сейчас еще не так много кейсов. Мы все еще идем по пути тестирования уже с живыми клиентами. Ну, я думаю, что можно уложиться где-то от выбора квартиры до непосредственно оформления, выдачи где-то за 2-3 дня, в принципе, можно. Это совершенно новый уровень обслуживания. Это совершенно новый уровень обслуживания, но у нас и в оффлайн-формате сейчас за 5 дней, наверное, можно оформить ипотеку. Но в связи с бешеным спросом со стороны населения на покупку квартир сейчас, конечно, у нас задержки наблюдаются. Хорошо, а что вот вашим клиентам и пользователям обязательно знать и важно знать, да, прежде чем они начнут процедуру оформления кредита, это формирование заявки через платформу. Насколько я понимаю, отчет об оценке – это ответственность самого клиента, да? Это система… И оценщика. И оценщика. То есть это не… Это пока не автоматизировано. У нас есть кабинет оценщика, то есть сам процесс подачи заявок и так далее, он интегрирован, но мы, как и все банки, должны смотреть акт независимого оценщика, но единственное, мы потом его должны верифицировать и проверять. И вот сейчас как раз процесс верификации и проверки сейчас у нас проходит исследование на возможность автоматизации, но я думаю, что к концу года мы завершим этот процесс. Это было бы отлично, да. Да, это бы значительно сократило этот путь. Что нужно знать клиенту? Во-первых, я бы советовал клиентам не торопиться, потому что удобство – это отлично, но если ты человек импульсивный, то ты можешь купить не то, грубо говоря, не торопиться с выбором, смотреть все варианты, ждать, изучать, советоваться со всей семьей, примиряться, есть ли школа рядом, есть ли больница, далеко ли я буду ехать на работу, тестировать в живом режиме, утром приехать туда, например, да, и по пробкам попробовать поехать к месту своей работы. Ты в этом месте и твоя семья будут жить как минимум лет 10-15, да, поэтому самый важный участок – это выбор, выбор квартиры. Поэтому мы хотим интегрировать максимально возможное количество новостроек и вторички в одном месте, чтобы он не бегал по сайтам, не ездил по городу, а хотя бы вот этот первичный выбор сделал легко. А вторичный выбор – это уже ощущения, эмоции, расчеты и так далее, и так далее. На этом этапе торопиться не следует. Поэтому мы экономим его время, если он выбирает свою квартиру 2 недели, если он уже определился с выбором, ну, хотя бы тогда окончательное оформление должно занимать 2-3 дня. Вот такой совет простой, житейский, не торопиться, вы выбираете то место, где вы будете жить и то место, где ваше счастье будет. От счастья такое… счастье зависит от многих факторов, в том числе от пробок по дороге на работу. Помимо этого, еще необходимо, наверное, учитывать и специфику определенных там отдельных программ кредитования. Да, это точно, это тоже нужно знать. Мы советуем изучить наш сайт, посмотреть наш инстаграм, где куча всяких разнесительных материалов. У нас есть прекрасные 1700 уже консультантов, с которыми вы можете пройти первичную консультацию, открыть депозит, и он тоже может оформить кредит. То есть, пользуйтесь всеми каналами и площадками, которые мы создаем. Не ошибитесь с выбором, но самое главное, что вы должны помнить, что вот Басыбанк – это единственный банк, который снижает ставку кредитования через 3 года. Это ваше уникальное преимущество, конечно. Да, это наше уникальное торговое движение, это должно греть вашу душу, потому что через 3 года как раз и наступает этот синдром ипотечной усталости, и тут у нас такая классная опция, как называется «Переход на жилищный займ». Ну и вы упомянули в своем выступлении наличие мобильного приложения. Насколько мобильное приложение и веб-версия платформы синхронизированы? Они, честно скажу, не синхронизированы. Веб-версия богаче, потому что были определенные нюансы, которые позволяли на веб-версии делать это для клиентов быстрее, но мы постепенно идем к синхронизации и унификации. Скоро все эти сервисы будут интегрированы в эту платформу «Баспана Маркет», чтобы человек не держал два компьютера или два открытых окна. Но уже сейчас мы в этом году в связи с карантином, начиная с прошлого года, в мобильном приложении и веб-версии сделали очень-очень много операций. И вот сейчас до 56-55% операций, которые раньше люди могли делать только в отделении, они могут делать в приложении. Сейчас у нас вот банк, «Отбас и банк», конечно, славятся своими легендарными очередями. В наших очередях люди знакомятся, дружат и могут даже создать семью, если говорить с юмором. Но сейчас мы видим такой процесс, очереди у нас сокращаются, идут на спад, потому что мы активно рекламируем наше мобильное приложение, веб-версию, и люди там одним кликом могут и досрочно погасить кредит, объединить свои депозиты, расторгнуть депозит, если все-таки он решил выбрать другой банк. То есть мы хотим, чтобы у нас был в ближайшем будущем банк без очередей, а потом, наверное, уже банк без отделений. Мы не хотим расширять. Есть такая у нас внутренняя фраза, мы настолько любим своих клиентов, что не хотим их видеть в отделениях. Мы хотим, чтобы они все делали дома на диване в приложениях. Это очень амбициозная стратегия. На самом деле амбициозная нам казалось, нас тоже это пугало до карантина. Но когда мы в карантин начали один за другим сервисы, вынужденно, может быть, по запросу клиентов, или исходя из атмосферы делать, мы уже поняли, что оказывается так можно было. И нам очень помог сервис биометрии, видеоидентификации. Пионерами у нас было как раз первое кредитное бюро. Спасибо Асем Нургалееву и Руслану Амарову за то, что они нас вели в этот увлекательный мир, что человеку уже для того, чтобы совершить операцию, не нужно подтверждать это в отделении. Он может это сделать в сотовом телефоне. У нас сейчас уже есть прекрасная коллекция улыбок всех наших клиентов, которые, проходя идентификацию, радуются, что они могут это сделать так легко. Отлично. Ну и последний вопрос, он касается цифр. Сколько на настоящий момент уже обслужено заявок через платформу Баспанамарта? Вы говорите про выданные кредиты? Про выданные кредиты. Если говорить о выданных кредитах, их сейчас не так много, не больше 10, по-моему, потому что мы активно этот сервис не рекламируем, чтобы сначала все шероховатости, нюансы, любой новый продукт, чтобы вы не говорили, он всегда имеет нюансы. И поэтому мы хотим сейчас с группой добровольных тестеров, которых мы сами ищем, выбираем пройти сначала, чтобы потом уже дать активную рекламу. Если говорить о наполненности, то сейчас это порядка 46, по-моему, объектов различных, в том числе по государственным программам, в том числе от коммерческих застройщиков. То есть вот этот выбор, он уже есть, и если говорить о первой функции этого маркета, выбор недвижимости, он уже отлично идет, осуществляется. А в какой срок вы планируете уже запустить полностью, не в тестовом режиме, так скажем? Ну, я думаю, что уже в этом году уже пойдем прямо в открытый бой, будем активно приглашать клиентов, и вот есть такая амбициозная задача, 10 тысяч выдать за год, и уже, наверное, думаю, в ноябре-декабре мы это начнем делать. Если мы выдаем в год где-то до 20% всех выданных кредитов, я думаю, должно пойти онлайн, не потому что мы не хотим выдавать больше, а потому что мы видим по депозитам, мы открыли в прошлом году открытие через видео, и сейчас 27% открывают через видео без помощи консультантов и так далее. А 70% все-таки предпочитают оффлайн, долгие разговоры за чашкой чая с консультантом, ложить, не ложить, и все-таки, поэтому, исходя из поведения людей, я думаю, что до 20% мы быстро достигнем. Это реалистично. Это реалистично. А потом уже будем идти более медленными темпами. Но все еще, конечно, зависит от цен на недвижимость, насколько она будет привлекательна. Я правильно понимаю, что систему Баспана Маркет можно использовать и для применения собственных пенсионных накоплений в целях покупки недвижимости? Да. Мы уже 10 месяцев являемся операторами по поручению президента об использовании пенсионных ресурсов. 95% всех заявок, это 300 тысяч казахстанцев, прошло через нашу платформу. Эту платформу делается в условиях экстренного исполнения поручения. И сейчас у нас такая задача есть интегрировать эту платформу с платформой Баспана Маркет, чтобы человек мог зайти, выбрать квартиру, заказать свои пенсионные накопления, увидеть статус, получить их, оформить ипотеку через консьержа, использовать пенсионные накопления в качестве первоначального взноса, не выходя за пределы этой площадки. Такое удобство, думаю, казахстанцы оценят. Спасибо большое, что вы поучаствовали в сегодняшней программе, ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Приходите к нам на Баспана Маркет. Сегодня мы обсуждали с заместителем председателя правления АО «Баспанк» Нурлана Макшанова особенности и преимущества использования онлайн-платформы Баспана Маркет. А я на этом с вами прощаюсь. С вами была Алтан Айта Нашева. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok